Вы дружили или это было больше, чем дружба? Больше, чем дружба. Мама не понимала, что она делает, когда оформила опекунство над вашим любовником и положила вас в одну кровать. Вы не знали, что когда вы спите со своей девушкой, могут от этого появиться дети, да? Почему знал бы ты? Если бы не он, я бы не родила 7-месячного ребенка и не лежала бы месяц в больнице. Для этого вообще не нужны никакие чувства, чтобы за месяц найти себе уже другого мужчину и уже просто замуж за него выходить. За месяц? Хорошо, давайте тест ДНК в студию. Добрый день. Вот как ты считаешь, если отец отказывается быть отцом еще до рождения ребенка, стоит ли за ним бегать, проходить унизительные тесты ДНК? Ты задаешь очень общий вопрос, а ответ всегда кроется в деталях. В частности, какой отец? Хотел он этого ребенка, не хотел. Любит она его или не любит? Любит ли он ее или не любит? И это же бездна вариантов. Давай разбираться. Давай. Солнышко, иди ко мне скорее. Иди, моя маленькая. Ты моя девочка. Это 19-летняя Арина Чиненова. Она одна воспитывает полуторагодовалую дочь Соню. А это Артем Лунев, сводный брат Арины. Именно его девушка называет отцом ребенка. Артем нас бросил, я еще была беременна. Он просто взял нас, бросил и ушел. Однако сам Артем считает, что ребенок не его. И Арина, дочь, попросту нагуляла. Я считаю, что она могла меня изменить. Она мне сказала, что я была со своим бывшим в машине до 5 утра. То, что они там не просто разговаривали, а занимались именно сексом. А мама Арины, Галина Чиненова, не понимает, как получилось, что ее приемный сын Артем в одночасье стал несостоявшимся зятем. Я приютила Артема, приняла его в свою семью. Я не ждала от него предательства. Но я считаю, что это предательство. Сегодня мы постараемся понять, как получилось, что сводные брат и сестра стали молодыми родителями. Почему Артем не хочет верить, что София его дочь? И что покажет тест ДНК? Сегодня в нашей студии Арина Чиненова, которая очень хочет добиться справедливости. Арина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что у вас произошло? Произошла такая ситуация, что мы с Артемом познакомились в вечерней школе, в которой мы вместе учились. И потом как бы у нас начались отношения. На Новый год он познакомился с моими родителями в Великом Новгороде. Он приезжал к нам в гости. Арина, а сколько тебе было лет, когда вы познакомились? 16. 16 лет? Да. Но вы дружили или это было больше, чем дружба? Больше, чем дружба. Арина, а как так получилось, что он стал братом-то сводным? Его опекун. У него случился инсульт. Попала в больницу и умерла. А почему у него был опекун? Так как его родители лишены родительских прав на него были. И я так понимаю, что ваша мама взяла над ним опекунство? Да. А мама-то знала про то, что у вас уже есть отношения? Мама знала про то, что у нас есть отношения. Он приехал к нам со слезами на глазах и попросил о том, чтобы хотя бы моя мама взяла его под опеку. А так как у нас с ним отношения, моя мама не смогла ему отказать. Здесь из этого можно сделать два вывода. Первое. Мама очень хотела, чтобы вы жили вместе под ее присмотром. И второй вывод. Мама не понимала, что она делает, когда оформила опекунство над вашим любовником и положила вас в одну кровать. Вы в том возрасте понимали, что от ваших рукопожатий дети бывают, нет? Понимали. А вы хотели? И ребенок это был спланированный. А вы хотели? Вы хотели этого ребенка? Слова нашей уважаемой участницы о том, что она в 17 лет запланировала ребенка, у меня как у психолога вызывают большие сомнения. Я думаю, что здесь речь идет о лжи. А почему вы не поженились, а потом забеременели? Мы не могли пожениться так, как нам нет еще, а будем в 18 лет. Мы собирались с ним играть свадьбу по совершеннолетию. И в итоге получилось то, что я забеременела в 17 лет. Полбеременности он пробыл со мной, а потом ушел. Ошалеть. Что происходит в жизни? Давайте глянем на экран. Вот это комната, где мы жили с Артемом. Тут немножко кое-что изменилось. Ну, в принципе, все осталось по-прежнему. Мы спали с Артемом на этом диване. Вот Мишка, которого мне подарили на 14 февраля. Это единственный подарок, который у меня от него остался. Я его храню. Мы с ним играли, бесились, как дети маленькие. Вот я любила рисовать, как бы. И я рисую очень красиво. И были такие моменты, как бы я рисовала. И он мне помогал в этом. Вот у меня осталось последние два рисунка, которые мы с ним рисовали вместе. Ну, мне было с ним здорово, весело. Как искренняя детская любовь. Вот есть со старой состраницы переписка. 2013 год. Я тебя люблю, люблю, люблю. Сто раз сильнее люблю, чем ты. После его дня рождения, у нас разница маленькая в днях рождения, мы собрались даже подавать заявление, сыграть свадьбу, как бы. Но он был счастлив, он был рад тому, что у него будет ребенок. Мы даже когда ездили на УЗИ, он был рад тому, что у меня будет дочь. Я его ночью могла разбудить, там, спокойно, там, сказать, я хочу кушать, там, приготовь мне что-нибудь. Ушел, готовил, как бы, ну. И у нас, я не знаю, у нас были нормальные отношения. Он, там, мне и обувь помогал беременную одевать. И все, как бы, ну, было все нормально. Ты чего? Выписки не союзволил взять и приехать. Когда я родила, он даже не союзволил взять и приехать. Что ты на меня откричишь? Это не мой ребенок, подожди. Арина, когда и что произошло, что он развернулся и ушел? Потому что просто так люди не разворачиваются, от беременной жены не уходят. Он пил, он начал пить и гулять. Он начал пить и гулять? Да. С чего вдруг? Ему хотелось пить и гулять. А почему ему хотелось пить и гулять? Подболчите вы все, в конце концов. Потому что он забоялся ответственности, он начал пить, гулять, приезжать ко мне в пьяном состоянии. Один раз он на беременную, на меня пытался поднять руку. Вот, то есть правильно я понимаю, что выяснилось, для него в первую очередь самого выяснилось, что он не готов быть папой. Поэтому он и слинял. Правда ведь? Ну а я-то тоже не была, значит, готова, но я подняла этого ребенка. Год и 7 месяцев я одна воспитываю ребенка. Благодаря моим родителям они мне помогают. И ребенка у меня не забрали. И живу я счастливо. Счастливо? Счастливо. Но в поисках Артема. Но в поисках Артема, да. Давай посмотрим на видео, да. Артем нас бросил, я еще была беременна, это было в ноябре месяца 2014 года. Он не выходит на связь, он теряет мобильный телефон и меняет номера. И не хочет видеть ни меня, ни свою дочь. Я очень хочу его найти, потому что дочь должна расти в полноценной семье, чтобы у нее был папа. Мы поедем его искать на квартиру к его тете. Здравствуй, Артем здесь. Позови его, пожалуйста. А вообще, я о себе думала. Ну, может мне дать хотя бы в адрес, чтобы мне его найти? Я никогда так не думаю, что буду искать отца своего ребенка. Поедем на квартиру к Артему, будем пытаться его найти там. Я рада, что он находится у меня, у Лены. Лена начала бы разговаривать вместо него. Когда он один, он совсем другой человек. С ним можно нормально сесть и пообщаться. Здесь его, собственно, квартира, которую ему дали от государства, так как он сирота. Я думаю, что он здесь бывает часто. И надеюсь, что он сейчас здесь. Так как домофон не работает, я попасть не могу. Лео, Галя, привет! Слушай, ты же с Тёмой в одном подъезде живешь? Нет. К сожалению, она живет с ним в разных подъездах. Это что это у нас такое? Я пытаюсь попасть в квартиру к отцу своего ребенка. 111 – это мои соседи получил ключи. И так до сих пор мы его не видели, не слышали. Увы, Артема я не нашла. Единственное, где я его могу найти, это у его друга Ваня. И то, насколько я сегодня разговариваю с Ваней, Ваня сказал о том, что Артема видел две недели назад. Точно не знаю, в каком подъезде живет Ваня, но сейчас попробуем узнать у соседей. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы не знаете, в каком подъезде проживает Иван Подлеянов? Ну, я не знаю. Если это тот, как он, Ваня, то это в седьмой квартире. А это можно Ваню? А, Ваня нету дома. Вы сначала спросите, дома он или нет. Или его прокрывает Лена. То, что мы пришли, она сказала, что его нету, не знаю, где она находится. Больше у меня нет вариантов, где его искать. Я не знаю. Арин, а зачем все эти усилия? Зачем вы его ищете? Чтобы что? Чтобы он помогал мне в воспитании ребенка. То есть, чтобы он признал ребенка? Чтобы он платил на него алименты? Да. А видеть вы его у себя дома, и тем более в постели, больше не хотите? Нет. Вы знаете, не только вы его долгое время искали, даже наша редакция его долгое время искала. Но нашли. Давайте его в эту студию и позовем. Артем, идите сюда. Артем, это кто сидит рядом с вами? Арина. Вы ее любили? Да. Вы с ней спали? Да. Вы хотели детей с ней? Ну, вообще нет. Она говорила, что да. Она говорила, что да, хотим ребенка. Но я говорил, что сейчас нет возможности, ни работы, ни квартиры, ничего нет. То есть, когда вы узнали, что она беременна, ваша реакция первая какая была? В шоке я был. Вы не знали, что когда вы спите со своей девушкой, могут от этого появиться дети, да? Почему знал? Знали? Но у нас не получалось три раза. Подождите, у вас не получалось три раза, но вы же делали это три раза, и у вас не получалось. Вы же понимали, что вы делаете? Да. Значит, вы хотели этого ребенка? Подождите. Если вы нас считали, то значит точно хотели. Подождите, объясните мне, пожалуйста, что такое делали три раза. Я не могу понять, что это такое. Ну, мы занимались, делали ребенка. У нас ничего не получалось. Подождите. Так значит, хотели. Подождите, помолчите все, пожалуйста. Вы всего три раза занимались сексом друг с другом? Нет, когда ребенка делали. Нет, иногда просто занимаются сексом, иногда делают детей, Саша. Понятно. Стоп, секунду, секунду. секунду то есть три раза из всех тех вот вы не предохранялись правда это же не один раз было по пьянке это же три раза с вами было сделано осознанно значит вы тоже хотели этого ребенка первый раз когда она сделала это сама специально как это стоп стоп дети мои подождите мне 51 как это подождите какая-то а вот как она это специально сделала расскажите мне когда уже блин надо вытаскивать артем и так три раза а сколько то есть вы были готовы к тому что ребенок появится после первого раза уже да когда она это уже сама сделала понятно что он уже будет это совершенно непонятно что он будет вы знаете я вам я вам открою секрет теперь я как старший вам скажу важно не то что она сделала а в какой момент она это и сделал я имею ввиду даже не в тот момент когда вы занимались этим а зависит от времени когда яйцеклетка в женском организме созревает достаточно для того чтобы принять сперматозоид и быть обладатворенной понимаете это довольно небольшой промежуток времени от месячных до месячных у женщины и как правило все стараются делать детей именно в это время а просто так ну знаете это надо быть просто особенно невезучим человеком чтобы с первого раза залететь это совершенно неважно сейчас в данной ситуации чей уже ребенок уже все понятно что парень этот просто не готов не готов стать отцом они просто занимались сексом и так вы планировали и хотели этого ребенка так что случилось во время беременности почему вы вдруг придумали что это не ваш ребенок начали бухать и ушли от нее совсем но так как я точно знаю то что она гулящая она может легко пойти изменить она вам до этого изменяла как я переписки находил а что было написано в переписке андрюшенька мой любимый я у тебя очень сильно люблю и хочу твоей ласки твоим ручкам андрюшенька это кто этого молодого человека нет в живых и об этом царство ему небесное но у тебя были с ним отношения у меня были с ним отношения но это было еще до артема когда я артема еще даже не знала а сколько тебе тогда лет было 15 15 лет и половой жизнью мы с ним не занимались с андреем а чем а почему ты с ним гуляли а почему ты переписывалась когда жила уже с три месяца мы уже а зачем ты с тем продолжала переписывать а были какие-то чувства к нему нет а почему ты по его ручкам скучал или почему там ласки и ручки ласки есть такое то что я могу писать смс сообщение с сарказмом это был сарказм это был сарказм когда человек не пишет я напишу в ответ сарказм а можно артема то же самое у меня происходило с артемом в последнее время в переписку можно артема вопрос задать а какого хрена ты полез в ее переписку зачем тебе это надо было то что я ревновал я хотел узнать с кем она ты ревновал значит любил или просто ревновал я ревновал любил я боялся что она вот назови мне тот момент когда ты понял что больше не любишь и надо делать ноги от беременные бабы вот когда это произошло наверно тогда когда она просто взяла уехала в барки подруги беременная не сказав мне ничего на просто не сказал что я пошла в магазин и все и уехал домой не проверни не вернулась телефон выключила и уехала можно и на следующий утро она приехала мы переругались и она уехала в больницу и стало плохо скажи да а где ты была всю ночь я была у своей подруги в соседней деревне в барках это я сделала специально потому что перед этим днем я звоню артему я говорю ты едешь домой да я еду с папой я папе позвонил хорошо я его жду он дома не появляется я ему звоню он отключает телефон на утро он при на следующий день вечером он приехал я маме сказала то что я еду к подруге чтобы ему ничего не говорили развернулась оставила дома телефон и уехала отомстила да так а когда вы расстались то я не могу понять ты ее в больницу отвез не потом я сама увезла вещи вещи понятно собирал в больницу ты знал что она ложится в больнице на сохранении и что и пропал потом да я уехал там почему потому что когда лежала на сохранении моего 8 друга в квартире они пили там и он в постели был с другой девушкой это на следующий день мне об этом позвонили мои друзья и сказали это был слава жук и волочек бинс на следующий же день они мне позвонили и сказали о том что он был с другой с верой ты был я был себе на 8 марта сам об этом не признался когда я с ребенком лежала уже в больнице после родов у меня даже это в переписке осталось не спали с ней я я не знаю спали мальчик сарказмом тоже наверное было вы знаете что это все таки без сайт без всякого сарказма детский сад потому что это моя игрушка нет моя игрушка а это моя это на тебе песком нет тебе песком а вот на тебе еще больше песка у меня образование практически нет у меня десять классов образования я не работаю я не учусь на что мне содержать ребенка знаешь ты знаешь если бы в 15 лет ты бы не по мужикам шарохалась а школе училась сейчас бы тебе жаловаться было точно не на кого ну правда знаешь как моя бабушка говорила в таких случаях всегда а ты где была в этот момент ты в магазин ходил что может кто раздвигал так и если он утверждает то что он не хотел этого ребенка а потом получается мужик мужик существо сложное так если подожди подросток который еще не стал мужиком еще сложнее существо я вот всякая женщина которая беременеть должна понимать что у нее есть риск распила воспитывать растить ребенка одной потому что мужики непредсказуемы а детям мужики вообще непредсказуемо никак я очень люблю когда ты говоришь фразу раздвигала ноги но в этой ситуации сначала раздвинула а потом еще зажала потому что хотела сама по собственной воле не спросив его арин арин а вот интересно мама где была она только положила вас кровать или не знакомила и ушла в магазин действительно мама у тебя друг советчик ли как вам не мой друг еще раз смотри давай так ты хочешь ты его не хочешь уже ты хочешь чтобы он признал девочку чтобы он стал ей формально отцом и платил алимент а ты не хочешь девочку признавать считай что она не твоя и след на алименты платить не хочешь пока не докажется и ты в этом убежден настолько что согласился пройти анализ днк который может ведь показать это что отец например да а если окажется что это твой ребенок ты мгновенно полюбишь вот так ты не мгновенно но буду так помогать и добудет ребенка видел вас больше не деться мы виделись да там раз десять точно а давай еще раз посмотрим как как твоя бывшая с ребенком 1 от нянчится давай глянем солнышко иди ко мне скорее иди моя маленькая моя девочка моя обидела тебя да давай скорее слезы в утро да все вами на зайку теперь это наша соня комната здесь мы с ней живем играем спим правда вот диван у меня стоит а спит она со мной так как она привыкли любим играть в конструктор собирается 2 с мамой строй смотрел маму кубики есть да и собирать с тобой будем а очень подвижно очень она все понимает пытается помочь уже убираться собрать всегда игрушки на место очень похоже на артема визуально развес глаз только мой у меня карри глаза у сонечки голубые глаза у него носовая часть его уши такие же копия вот артем на меня вообще не похоже да она у меня вообще самое идеальное самое лучшее я даже не представляю свою жизнь сейчас если не было у меня дочери я вот даже честно не могу представить как бы я сейчас жила без нее артем ну скажи похоже сейчас похоже да похоже не так часто вижу вижу ее на югает что-то но честно да прям видно честно не парень то честный скажи пожалуйста а ты из каких средств собираешься платить алименты у тебя заработок какой сейчас я не работаю строить на работу и там будут высчитывать сколько надо денег образование какой артем скажите пожалуйста 9 классов 9 класс скажи пожалуйста а ты такую фразу сказал там будут высчитывать на работе вот для того чтобы там высчитывали это надо чтобы судебный процесс был чтобы исполнительный лист выписали а вот больше это целая процедура а можно по доброй воле по собственному желанию без этих процедур не слушай не слушай потому что у тебя сегодня есть добрые воли а завтра нет доброго я спрашиваю а государство из тебя все равно будет жучивать да поэтому вот как хотел если твоя кажется можно и чтоб высчитывали можно самому покупать все помогать привозить не они иди по этому пути поверь мне не иди потому что ей все время будет мало иди по закону а вот сверх закона если что-то захочется сверх закона вот заплатил алименты и захотел сделать подарок ребенку или отвезти ее на море или просто с ней при пожалуйста но сначала по закону тут уже не раз звучал вопрос о чем думала собственно мама-то арины давайте спросим галина чинянова в нашей студии вот у меня нет слов конечно я сейчас очень много слышала вот этого грязи дерьма у такого что ты там полива поливаешь ее грязью что она там гулящая все остальное ты когда встречался с ней она тебя устраивала правда вы планировали этого ребенка ты помнишь ты на даче подошел ко мне ты спросил что вы ждете внука или внучку я тебе что сказала что сначала нужно не помнишь а я тебе напомню что сначала нужно получить образование достойную работу состояться как личности таки арене это говорю когда я говорила я говорю это говорила я говорю это так а что говорила все взрослые детки вы понимаете да чем шла речь мамочка не взрослые дети 17 лет люди уже должны отвечать за свои поступки понимаете вы приемной мамой и вы точно так отвечаете за этого артема за своего сына как и за свою дочь так это ваша ошибка и ваша вина это вот что мы сегодня разбираем это к сожалению ваша недоработка как мамы как родной такой приемный двойка вам с минусом за вашу работу мамы когда вы оформили опеку где стал жить артем опеку я оформила тогда когда умерла его я понимаю где он стал жить после этого после этого он стал жить у нас вы их помещаете в одну комнату в одну кровать я вообще ничего не имею потому что была перспектива их отношений и что они готовы были к этим отношениям вот александр гордон понимаете сидит рассказывает ребятам что такое овуляции так далее почему ваша дочь этого не знаю я знаю об этом что такое овуляция все остальное я не глупая девочка что вы намеренно парни заставили стать отцом вы хотите об этом поговорить но дело в том что они могли предохраняться там все что угодно но я для вот этого ребенка сделал достаточно добра чтобы он не пустил вот это все под откос а что вы а что вы сделали для него хорошего кроме того чтобы не отпустили его в детский дом после этого потребовалась ему операция мы сходили сделали все анализы сделали эту операцию хотел заниматься футболом пожалуйста занимайся футболом то что он ребенок сирота и он не имел никакого жилья то есть вообще вот после смерти опекуна я собрала все документы поставила его на очередь на получение жилплощади нужно было образование он хотел на автомеханика учиться мы пошли подали заявление на автомеханика артем все правда ведь он учился на автомеханика он бросил эту учебу я хочу работать пожалуйста иди работай но после этого мы обворовали магазин и после этого мы убежали мы побежали и мы после этого когда мы вернулись уже все же таки вот с этой кражей и получили мягко говоря еще не получили условно мы обворовали собственную бабушку это правда ну вот вы слышали все да вы взрослый взрослый человек дайте свою оценку тому что происходит оценка у меня одна почему мама зная о том что они несовершеннолетние позволила им быть вместе и положить их в одну кровать так просто дети не рождаются и извините меня ветром не надувая уважаемая бабушка после смерти опекуна вы где были милая моя мама ваша мне его биологическая мама где было 67 лет а мама то где была его биологическая мама по любому никого не так скажите пожалуйста а почему ваша дочь была лишена родительских прав на артема потому что они с отцом попали в тюрьму вот так вместе оба по одному делу по одному высокие высокие отношения а сейчас она в нашей студии давайте я сюда и позовем здравствуйте ну что я могу сказать по этому поводу только одно как бы артема арина они конечно стоят друг друга там я уже сейчас вышла в комнате сидела что уже там почему и то есть моя история считаю как бы я не хочу про нее там рассказывать этого можно снимать отдельную передачу моей там жизни да например мы сейчас решаем конкретно вопрос о наш это ребенок или не наш это ребенок то есть если тест днк покажет что это артема ребенок артема то есть значит пускай человек взрослый адекватно ему двадцатый год значит пускай он вырастить своего ребенка вот и все можно можно подождите можно можно вопрос вы как-то избавились от ответственности за свои поступки ну как-то прям удачно избавились сели в тюрьму и все и и нету сына и это прям замечательный способ избавиться от ребенка сесть в тюрьму не так подождите вопрос в другом смотрите артем сейчас не работает даже я знаю даже если поэтому артема не хочет жить со мной ему неудобно просто жить со мной потому что я постоянно напрягаю о работе арина не так я постоянно напрягаясь чтобы он либо он учился либо он работал он не захотел не учиться подождите подождите артем 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 подождите вы все артем с вами жить не хочет потому что у него есть собственная квартира нет но у него сейчас она есть давайте глянем давайте глянем на эту квартиру артема где может быть если все будет благополучно он будет жить не один здесь я живу здесь я сплю я прихожу домой растилаю матрас и сплю так бы рядом гуси так как я занимаюсь футболом на кухне ничего нету так как денег нету кроме газовой плиты и раковины у меня нету денег чтобы построить эту квартиру мне выдали квартиру от государства как считаю с ребенком сиротой она государственная но пять лет я ничего не могу с ней сделать и даже прописаться не могу арина говорила что мне как хочешь но ты прописывай ребенка и чтобы соня была здесь я считаю что соня не мой ребенок я считаю что она могла мне у вас вот сейчас ничего не ёкает нет почему я я же вам объяснила просто вот это объяснила купить сыну купить сыну мебель вот что нужно объяснять а кто выясняется что дело не в том твоя это дочь или нет дело в том что даже если это твоя дочь дочери от этого ничего потому что у тебя постоянно заработка нет значит ты не можешь достойное содержание назначить дочери у тебя отцовские чувства все равно не проснулись как бы там мы не говорили и и мама твоя биологическая биологическая твоя мама не то что внучки она тебе помочь не хочет ну не хочет и все вот спит на полу ребенок брошенный пусть спит как вы мама относитесь карине карине можно относиться если честно тоже по-разному то я вам честно но ты вот как относится нет когда они все это когда они там вместе были жили то есть я ну как я могу я нормально к ней отношусь то есть да то есть здесь недавно совсем с ней разговариваем на тему я если честно даже уже не знаю чего она хочет она хочет доказать что это ребенок артема но в то же время я говорю ну может быть вдруг вы хотя бы помиритесь даже на передачи мы вместе не будем потому что я выхожу замуж 24 февраля для этого вообще не нужны никакие чувства чтобы за месяц найти себе уже другого мужчину и уже просто замуж за него за месяц но за сколько за 30 дней я никогда не буду больше в отношениях сколько девочки сколько девочки лет какой-то детский сад но честно девочки вашей сколько лет вот и 8 месяцев будет 20 числа он успевает он ушел когда когда было три с половиной месяца беременности и какие здесь извините пожалуйста месяц полтора года я живу с молодым человеком год и 4 месяца я за него собралась замуж это было сказано вам специально потому что я знаю какие вы подождите знаете что дорогая мама я вам хочу сказать на вашем месте у меня бы язык не поворачивался обсуждать ее воспитание когда вы имеете такого сына вы посидели молчали и про кого могли бы здесь говорить так только про вашего ребенка нет наташа подождите наташа здесь скромничать у ребенка должен быть друзья мои подождите подождите что дальше у ребенка должен быть родной отец подождите еще раз подождите стереотипы будем обсуждать потом у меня конкретный вот вопрос наташ наташ вы сейчас ведете себя очень скромно а перед нашим корреспондентом про арену говорили совершенно другие вещи давайте посмотрим какие такой человек это арена то есть она одна никогда не останется она как кошка вот честно вам говорю вот просто вот 55 минут она уже замуж выходит за кого-то мне уже кажется что арина врет просто например уже просто что это даже не наш ребенок она не похожа на нас мама арины в этом случае принимала такую роль что где были ее глаза вообще на тот момент думала что они в компьютер просто в комнате играют да вот такие вот дети просто но она улыбается то есть она такая веселая женщина по себе игре если бы они жили бы со мной такого бы вообще принципе не было потрясающе потрясающе вы женщина конечно женщина загадка если бы они жили со мной вы сделали все чтобы у вас отняли сына надо предохраняться вот и сделали все что у вас отняли сына его отняли он вас матери не считает если бы они жили со мной артем как ты к маме относишься к родной скажи пожалуйста никак она мама нет но она мама биологическая а так нет мама извините можно мне высказаться мама это я не знаю как сказать это тихо дайте мне я вам не мешала я молчала и ничего не говорила это почему вы не взяли и помогли ребенку я еще раз говорю арина дайте человеку по желому сказать что как на базаре да потому что меня выставили таким чмом когда его мать мне звонила говорил да ты продашь эту кроватку вернешь нам все деньги до копейки да пусть твоя дочь на полу спит его мать это был разговор я ругалась и с артемом в итоге с артемом помирились это был разговор когда мы только выписались на вся ваша семья предположим а когда ребенка заинтересован ребенок понимаешь извините пожалуйста вот можно было начали передачи мы все смеялись тут потому что рассуждали как это происходило сейчас мы печальные потому что вот так вот такая трагедия как будто идейский фильм сейчас должны выйти еще музыка должна заиграть понимаете или смешно если бы не речь шла о маленьком ребенке мы все время забываем что есть маленький ребенок у которого должна быть мама который должен все-таки воспитывать отец не важно еще раз говорю вот так отец не тот который вот так произошло что называется одну неосторожное движение отец который воспитывает артем скажи пожалуйста как ты думаешь хорошо что ты воспитывался без отца без мамы вот такой один рост это хорошо или плохо а как ты думаешь вот ребенок будет дальше воспитываться пройдут в годы ты сейчас молодой 10 20 30 лет пройдет очень быстро пройдет молодость такая штука она быстро проходит и все-таки вырастет дочка вырасти дочка чужая не чужая по по биологическим параметрам а самое главное это будет человек которым ты имел отношения неважно одномоментно секундно или все-таки там какие-то были у вас любовь любовь была я так понимаю и все-таки как ты думаешь вот ёкнет у тебя от слова здесь время ёкнет 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 у тебя сердце или нет что-то вот что-то у меня уже он ёкается уже ёкает я уже смотрю смотрите друзья мои вот еще раз стоп 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 подождите сейчас сейчас я вам дам возможность обсудить услышанное подождите дайте до конца историю дослушать потом будете говорить смотрите 4 на она хочет только одного она хочет чтобы ты признался в том что ты отец чтобы ты платил деньги на ребенка и правильно я понимаю арина он все-таки будет допущен к дочке то есть вы не будете чинить ему препятствия я ему говорила захочешь видеть ребенка в любой момент приезжай общайся при этом при этом у вас есть молодой человек за которого собираетесь выйти замуж и мой молодой человек тоже не против он говорит это его родной ребенок вы уверены в это я уверена в это хорошо тогда давайте мы вот что сделаем давайте вы рассядете сейчас по диванам мы сейчас откроем занавеса там кроме наших уважаемых экспертов мужчин как раз ваш молодой человек будущий муж александр волохин давайте с ним и поговорим саша поздравляю во первых со со свадьбой прекрасный выбор как ты относишься к тому что у тебя невеста это с ребенком нормально я уже как бы с ней соня два месяца было полтора месяца да то есть ты считаешь прямо ее дочкой 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 а если окажется что вот биологический папа окажется биологическим папом ты как будешь относиться к тому что он будет приходить и какое-то время с ней проводить положительно то есть ты не собираешься скрывать от девочки которая уже называет тебя папой что у нее есть другой папа нет не собираюсь все равно смотря как он поведет себя будет он вообще приходить или нет или более как мне по эсэмэском писать голова тарю ты все такое голову оторву а кто это вам писал артем артем ты ему обещал голову оторвать может и было такое но это было со злости сашу мне такой вопрос ты работаешь да я работу на севере работаю работаешь точно ездишь приезжает деньги привозишь мы два месяца с ним не виделись и с ребенком мы с ребенком не видели его так, как он был в командировке. Только вот сегодня утром... С Урала прилетел, да? Он прилетел, приехали мы. И ребенок, увидев его, она к нему побежала. А увидев ребенок сейчас Артема, она к нему близко на шаг не подойдет. Но она не подойдет, потому что она его не знает, Арина. Ну, слушай. Я этого ничего сам не делаю, чтобы она тебя признавала и видела. Тебе еще нужен результат теста? Мне нужен. Ей нужен. Подожди, тебе нужен результат теста? Сейчас я уже... Не знаю, даже. Ты же говорил, что ты без ДНК-экспертизы не примешь ребенка, это не твой ребенок. Почему ты сейчас отказываешься от своих слов? Ты подарил жизнь человеку. Давайте тест ДНК. Может быть. Нужен? Нужен. Хорошо, давайте тест ДНК в студию, пожалуйста. Вероятность отцовства 99,9 в периоде. Ты не хочешь извиниться перед ней за то, что ты считал, что ребенок не от тебя? Не в программе и не в Москве. В Новгороде увидимся, когда да. Не в программе и в Москве. С ребенком и извинимся. Все слова, которые ты сказал, Саш, до этого остаются в силе? Да. То есть он может приходить и видеться с ребенком, если он будет выполнять свои отцовские обязанности. А тебе от него алименты нужны вообще? Или это принцип справедливости просто? Не, мне не нужно. А можно мне потом дать листочек ДНК-экспертизы? Арина и мама. Да не волнуйтесь, ничего он не сделает с ней. Дайте мне этот листочек. Он же вам не нужен. Вы не думайте ни об образовании, ни о работе. Я думаю об обработке. Вас это вообще как-то не волнует. У вас вот это папа, мама. Что-то заколотило. Вы будете воспитывать ребенка. А что вы дадите этим детям? Как только мой ребенок пойдет в детский сад, я продолжу учиться дальше, пойду работать. Ты и отец моего ребенка, у вас, помолчите. У вас есть уже молодой человек. Он не такой плохой, в конце концов. Оставьте его в покое. И живите счастливо, полноценной жизнью с тем, кто у вас есть. Когда вы растите ребенок, не вынесите себя в полноценную жизнь. Такой мамой, как у вас. А скажут другие люди просто. И ребенку будет лучше узнать от родной матери, то, что у нее есть биологический отец, чем от других людей. Вот и все. Артем очень хороший парень. И у него очень сложная жизненная ситуация у самого. И то, что он смог все-таки вырасти нормальным, это тоже большое дело. Он хороший парень. Но он вот попал в такую жизненную ситуацию. И вы неплохая девушка. И вы очень красивая и умная. Единственный момент, я считаю, конечно, образования вам, ребят, не хватило. Учились бы дальше. Как бы все по-другому сложилось. Только я родного ребенка не бросила. В отличие от него. Я думаю, что вот вам предстоит долгая дорога, 18 лет, поднять маленькую девочку. И вот на самом деле, я думаю, что сначала вы играли в конструктор, в детский конструктор. Как там ноги, как там все это, как так складывается все. Потом вы играли в куклы. Но самое главное, вот за всю историю, которую мы здесь через ваши слова отследили, очень маленькое время было уделено вашей дочери. И вот я, как депутат в том числе, переживаю как раз за судьбу этих детей, маленьких детей. Вот они беззащитные. 18 лет об ответственности сложно говорить. Но если вы приняли такое решение, наверное, но на мой взгляд, это ответственность вина ваших родителей или опекунов. Спасибо. Артем, вот тебе тут все говорят, суд, алименты, чувак. Я бы на твоем месте еще поборолся за Арину. Ну ты посмотри, баба же огонь. Она не помолчит. А ведь у тебя дочь. А знаешь, как дочь для мужчины это важно? Это очень классно. Ты такой молодой, ты уже размножился. Поэтому я бы на той миссии поборолся. Я бы поборолся за Арину. Я бы этого Александра выкинул действительно из этой семьи. Понимаешь? Я бы взял, я бы стал мужем. И самое главное, дорогой мой, ты пойди и зарабатывай деньги. Хватит уже, чтобы тебя бабы поддерживали. У меня почему-то судьба маленькой сильно не заботится. Потому что есть и бабушка, есть любящая мама. Нашелся биологический отец. Саша крепкий есть. Я думаю, что у девочки... Только родственников скажу. Все будет в порядке. У тебя наступает новый виток ответственности перед собой. И перед тем человеком, которому ты даешь обещание быть ему верной до конца дней. И хранить эту любовь и в горести, и в радости, и в печали. Да, Вить? Да. И это не просто, ах, иди сюда и обеспечивай меня. Это колоссальная ответственность, которой она еще, мне кажется, не готова. Поэтому все будущее всех людей, которые здесь в студии находятся, каким-то образом оказалось у тебя в руках. Не подведи. На этих кадрах 29-летняя Виктория Измайлова из Перми. Сейчас 6.50 утра. Работаю я кондуктором. Три дня работаю, три дня отдыхаю. Семь лет назад ее с тремя детьми на руках бросил муж, Николай Кожин. За что так с моими детьми? За что бить? Мы их вместе хотели, мы их вместе рожали. Я двоих ему сыновей родила. Как он дочь на руках, он в ней вообще души не чаял. А это 29-летняя Яна Кожина. Новая жена Николая. Она никуда не успевает, у нее трое детей на руках, она ничего не может. Мы забрали двоих детей, полтора года они жили у нас. Документы были не сделаны. Никакие, ни паспорт, ничего у них не было. Зато в социальных сетях фотографии, где она с кальянами, в барах, с бутылками шампанского. Да и сам Николай Кожин считает, что и так много для детей делает. А Вика просто плохая мать, не способная даже паспорт получить. Полтора года дети жили у меня, и мать ни разу с ними не встретилась, ничего. Мы им покупали одежду, игрушки там, кормили их. Я своих детей никогда не бросал и бросать не буду. Завтра в нашей студии. Мы постараемся понять, почему отец бросил троих детей и родил еще двоих от другой. Почему Виктория в свои 29 лет так и не получила паспорт. И как помочь детям, чье будущее в руках безответного отца и не существующей на бумаге матери. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова